МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба от ля-радо-компании Гомель протягивает свою работу у эфиры. У студии Натальи Гнатенко. Добрый вечер. 45 минут тому завершились выборы депутата у Палаты представников Национального схода Республики Беларусь. Зараз проходится працовка бюллетенев с наступной передачей даденных у округовой и территориальной комиссии. Уважаемые члены избирательной комиссии, наблюдатели, 20.00. Участок для голосования закрыт. Мы переходим к процедуре по счету голосов. Докладный час на працовку бюллетенев законом не вызначенный. Усё залежить от колькости выборщиков. Як чекается на протягу ближайших годин, протоколы будут передадены у округовой комиссии, откулих накируют у комиссию территориальную. Завершить справоздачу перед Центрвыбаркамом на Гомельщине планует каля 2-х, 1 ночи. Мы будем сачить за ходом опрацовки информации. И в первом ранешнем выпуске, и ки выйдя у эфиру «6.30 хвилин ранецы» на телеканале «Беларусь4», мы плануем поведомить вам первые попередние выники выборов. Пакульжа, можно сказать, что выборы на Гомельщине отбыліся. Во усіх округах явка перевысила 50%. Згодно с информацией областной выборчай комиссии, по стане на 18 годин, у регионе свой выбор зробили больше, як 776 тысяч человек, ці свыж 70% выборщиков. Самыми активными были выборщики Хойницкой і Будакашалевской округ. Тут проголосовало больше, як 80%. Областным центры на участки пришло каля 60% выборщиков. Наши корреспонденты наведали некалькі выборчих участков и поцекавилися, чым керувалися у своем выборы вядомые люди Гомельщины и простое гомельчане. Участик номер 25 Гомельской центральной выборчай округе. У спісі для голосования каля 1300 человек. У их лику старшиня Гомельского облвыконкама Владимир Дворник. Предъявление членам комиссии службового посвечения, отримание бюллетеня, у яке унесены 5 прозвища у кандидатов. И непосредно голосование. Керавник в области означает выборы депутатов, палаты представников важная политичная кампания. От выника, у якої залежить будущее Беларуси. Для меня, как человека, который знает сегодня экономику, человека, который знает сегодня жизнь этих людей, которые живут на территории, для меня важно, чтобы как можно больше людей в парламенте было с реального сектора экономики. Те, которые сегодня знают, откуда идут или как зарабатываются деньги, и, соответственно, знают цену каждому вложенному рублю в социальную сферу. Поэтому, конечно, надо, чтобы больше людей присутствовалось с экономикой. Самые ранницы на 25-м выборчем участку Гомельской центральной выборчей округи шматлюдна. У дел у голосовании – это махчимость на практице продемонстровать свою громадянскую позицию, от которой будет залежить будущее развитие Украины, переконанный наместник премьер-министра Беларуси Владимир Семашко. У Гомеля Йонс находится с рабочей поездкой, а тому проголосовал напереды дни у Минску. Когда я голосовал, это моя тайна, как бы, собственно, за кого я там проголосовал. Но именно с такими критериями, когда рассмотрел на пять кандидатов, значит, я проголосовал за того, за кого считаю человек по жизни, по образованию начали, по жизни, по позиции житейской, призненной, так сказать, который достоин представлять народ в этом парламенте и что-то привнести, работая в законодательной сфере. Одним из первых у Гомеля свой выбор сегодня зарабил и славутый белорусский спортсмен, олимпийский чемпион под дзюдо 2004 года, заслуженный мастер спорту Игорь Макаров. После завершения спортивной карьеры он одразу распачал тренерскую. У Гомеля открыл школу дзюдо, где проводят тренировки для детей. Не глядячи на шильный працонный график, Игорь Макаров говорит, что никогда не пропускает выборы. Олимпийский чемпион выказывает надею, что законотворческие проекты будущих депутатов будут накерованы у тымлику и на развитие спорта. И признается журналистам, что депутатам парламента бачить человека в первую чергу досвеченного. Тот, кто постарше, значит опытный. Я понимаю, молодым у нас везде дорога, но я думаю, что опыт, он прежде всего опыт. То есть чем старше человек, тем больше он работал, тем больше он знает. На 20-м участку Гомельской центральной выборской округи свой выбор робит народная артистка Беларуси Галина Павленок. И она завсюди принимает активный удел у выборах. Мастацкий керавник областной филармонии лишит, что этим правом повинен скористаться каждый святомый грамадянин нашей краины. При выборе кандидата Галина Павленок вызначает три основные критерии. Я считаю, что мы идем на правильном пути, поэтому каждый созыв – это просто усовершенствование нашей жизни. Мы будем еще лучше жить, потому что придут новые силы, новые идеи. И я думаю, что только будет лучше. На 12-м участку Гомельской центральной выборской округи первым голосует Валера Давыденко. Кажет, что зауседы им кнется прийти на участок ранее. Празнекольких вилен после початка голосования уделу им принял и гемельчанин Геннадь Гаршаков. С выбором кандидата, который, на его думу, угодный стать парламентарием, вызначился загадя. Перш за все, заходящий из деловых якостей претендента. Не было того случая, чтобы я не ходил на выборы. Всегда посещаю. Я выбрал кандидата по его опыту и то, что он может сделать для народа, чтобы был грамотный, подготовленный человек. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Дмитрий Котов, Йоген Макиянка, Сергей Лукашук. Телерадио компания Гомель. Для ветеранов и людей с обмежеванными физичными махчимостями было организовано голосование по месту их жихарства. Миколай Дрыбко – двойче кавалер Ордена Увеликой Айшиной Войны. Он узнагороджен шматрикими дипломами керавництва Советского Союза и означен подякой президента Беларуси. Ветеран за все дыбил человеком с активной грамадянской позицией, николи не пропускал выборы, як президентские, так и парламентские. Однако зараз пройсти на участок уже не дозволяя здоровья. Родные звернулись до членов выборчей комиссии с просьбой организовать голосование на дому. Миколай Микитович уважливо знайомится с биографиями кандидата, у пасечаго робит свой выбор и опускает бюллетень в скрыню. Для каждого человека важно отдать голос, особенно для людей такого преклонного отраста, которые прошли много, как мы видели, много медалей, у него много заслуг. И мы, наверное, обязаны приехать были к нему, не то, что он, а мы сами должны в первую очередь прийти, чтобы он отдал свой голос. Особливо урочистым и хвалюющим гэты день был для молодых людей, які у першыню в своем житте пришли на участки у якости выборщиков. Паменьшовать и подтримать их вырошили активисты областного отделения Белорусского фонда мира. Акция пройшла на участку, размещенную в 27-й школе, якая носит гоноровый статус школы мира. Подобные урочистости тут уже стали доброй традицией. Их головная мета – сделать гэты день для молодых людей запоминальным. Молодые выборщики отримали сувениры и пообещали зауседы проявлять активную грамадзянскую позицию. От воли народа зависит, получается, будет ли в стране мир или будет в стране хаос. Если люди будут выбирать, например, хорошего человека, то страна будет улучшаться, будут создаваться какие-то образовательные учреждения, школы. Они именно отдают свой голос за тех кандидатов в депутаты, которые будут решать будущее нашей республики, будущее их. Потому что, как они все это решат, зависит из них дальнейшая жизнь, учеба. И я вот наблюдаю, что они очень принимают активное участие в этих мероприятиях. Это очень важно. Найбольшой высокой активностью на выборах вызначаются жихары сельской мясцовости. Не глядячи на тое, что кандидатов у депутаты тут, звычайно, меньше, чем на городских участках, зарабить выбор часто было зусим не просто. Олег Сенцеров наведал некольки вёсок Добружского и Гомельского районов. Выборы у сельской мясцовости мают свои пыльные особливости. Распарады дня вязковцев у значной ступени под парткованной работам на палетках и огородах, а так само до глядой живёлы. Али при этом явка на участке тут зауседы довольно высокая. У агрогородку Крупец Добружского района сегодня проживает около 1500 человек и больше 800 за их заявляются выборщиками. При этом каляполовы, звонященных у списка, приняли удел о детерминовом голосовании. Миновито по причине проведения работ на прецедивных участках. Практично все остальные пришли на участок 11 верстя. У вёсцы все один одного доброведуюсь. А тому у членов выборчей комиссии за всюду есть махчимость нагадать одновесковцам, а по необходности зарабить свой выбор. Где-то встретились, передаём друг другу также через соседей, передаём информацию о выборах. В принципе, это люди все сами прекрасно об этом все знают. Телевидение освещают, радио, пресса. И все люди довольно-таки активно принимают участие в данном мероприятии. У Гомской сельской выборчей окрузе два кандидата у депутата палаты представников. Вся необходная информация размещана на специальном стенде. Жихаревевский группец Павел и Вольга Гурьевы на выборчий участок пришли у другой полови дня разом с детьми, двухгодовой дачкой Эрикой и девятигодовым сяргеем. Зраница, кажуть, не отрымалась, а для той, что исти на выборы необходно обовязково, у семьи выросли давно и однозначно. Дети, да, поэтому пока проснулись, выходной день все-таки, от школы отдохнуть там нужно. Пока вот позанимались с ними, чуть погода хорошая, а потом уже решили после обеда сходить. Малая поспала и решили все-таки выполнить, так сказать, свой гражданский долг. Стараемся ходить на все выборы, потому что это наш долг, наша обязанность – сходить. Сельский клуб у Весты Берозки Гомельского района на день выборов первотворился у Центра громадского и культурного жития населенного пункта. У списка выборщиков больше 2500 человек, у чего дорослое населенство в Вестке. Клят 30% из них приняли удел в детерминовом голосовании. Остальные выросли прийти на участок у основный день выборов. Все лето Берозки относится до Будокошалевской выборчей округи. Тут сяроют претендентов два кандидата, причем обо два працуют на кирующих посадах и мают высшую адекацию, а тому выбор был непростым. Весь день за ходом голосования сочили наглядальники от предприемцев и громадских организаций, а про чатаго участок не застався по заувагой представников миссии АБСЕ и Содорожности Незалежных Держав. Зауваг не выказал никто, хоть цикавилися усим процессом голосования. Интересовались списками избирателей, которые должны голосовать по месту своего проживания. Смотрели, от каких организаций наблюдатели наши местные, посмотрели протоколы. Никаких замечаний нам от них не поступило. Выборы на территорию Гомельской области проходили у строгой ответственности с девчим законодавством. Такую оценку дали компании международные наглядальники. Адмиссия СНД за ходом выборов у нашем регионе сочили 40 человек. Наш корреспондент Дмитрий Котов потекавился ураженными некоторых из них. Для Сергея Горачева, наглядальника адмиссии СНД, работа на парламентских выборах у Беларуси – первый подобный опыт. На протягу дня необходимо было наведать множество участков, с устретом с членами выборчих комиссий, проверить списки выборщиков и бюллетени. Увы, не каузровень организации голосования оценены и как высоки. Проходит все в рамках избирательного законодательства Республики Беларусь. Те участки, которые я смотрел, у меня нарекания не вызвали. Все подготовлено на очень высоком уровне. Наталья Конунникова у якости международного наглядальника у Беларуси працует с Саковика 2006 года. По ее словах, все летняя выборчая кампания проходила максимально прозристо. Истотных порушений не выявлено. На всех участках ее приемно уразила доброзыщливая и святошная атмосфера. Мы обращаем внимание, во-первых, на настроение членов участковой комиссии, с каким настроением они встречают не только нас, но и избирателей, на то, как они обращаются со списками, с бюллетенями. Обязательно наличие паспорта, обязательно доступность для наблюдателей, чтобы поле зрения находились, урны для голосования. Мы обратили внимание на то, что все с утра, все было, было хорошее настроение, были уже избиратели, уже играла музыка. Поэтому я хочу сказать, что все было на уровне, на очень высоком уровне. Не упершиню, назирая за проведением выборчих кампаний у Беларуси, Размик Хумаран. На селетних выборах он совершил за этапом агитации, а так само до терминовым голосованием. За пошние дни он наведал некольки десятка участков. Особых нарушений действующего законодательства я лично не видел. Все организовано четко, красиво. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель». Выборы для беларусов не только державная падея, а еще и свята. На участках наведывальников сустракали музыкой, песнями и гандлем по самых приемных ценах. Про неофицийную участку выборов расскажет Настасья Кучинская. Самые ранницы на выборчих участках заучала музыка. Цветочную атмосферу потребовали самодейные и профессийные коллективы. Кожная кропка, где было организовано голосование, имела особливую культурную программу. Але репертуар поусюдно уаснованным патриотичны. Подрактовали на участках так само разнастайные выставы и акции, оказывали социальные послуги. Например, в Гомельском доме профсоюза упрацовали представники Товариства ртованья на водах, Министерство по надзвичайных ситуациях, специалист банка и юрист. Уси консультации были бесплатными. Одних интересуют вопросы жилищного характера. Вот сегодня обратилась женщина по вопросу приватизации квартиры, а также вопрос наследования жилья после смерти ее тети. Возникают вопросы трудового характера. Это не продление, не продление контрактов. Неотъемная частка выборов – выездных гандаль. На прилавках – стравы национальной кухни, разностайная кулинарная продукция, прысмаки, булочки, охладжальные напои и многое иншее. Ассортимент товаров широкий, наценки минимальные. Местами наладили дегустации и реализацию плода огородненной продукции. Многим гражданам приход на участок для голосования в этот день заменю походу к раму. Ветчинку купили, згущеночку для внучки вареную. Молоко мы здесь рядышком живем, так нам удобно. Вот напитки купила сладости для радости. Очень хорошо идет колбасное изделие, тушенка хорошо идет у нас. Вот собственного приготовления выпечка очень хорошо. Настасия Кучинская, Сергей Лукашук, Михаил Рабкоу. Телерадио компания «Гомель». И на гэтым пакулюсь все. Про попередние выники выборов вы доведаетесь из наших ранешних выпусков на телеканале «Беларусь 4 Гомель» у 6.30 и 7.30 ранецы. До встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова